Всем привет на Киночернике! Дорогие друзья, поздравляем вас с новым, наступившим 2024 годом! И в этом ролике традиционно собрали все свежие новости и предстоящие премьеры. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно! Итак, на НТВ с середины января, а точнее с 15-го числа начнется повтор сериала «Шеф», в этот раз с 4-го сезона, который в свое время получил название «Игра на повышение». Соответственно, уже после показа 4-го и 5-го сезонов, нас ожидает долгожданная премьера нового, 6-го сезона «Шефа» с Андреем Чубченко в главной роли. Мы знаем, что многие наши зрители очень ждут эту премьеру, поверьте, и мы ждем не меньше, и будем ждать официального анонса у телеканала и дальше. Таким образом, первыми премьерами НТВ в этом году станет третий сезон «Бима» с Денисом Никифоровым, а уже после него, примерно в середине февраля, нас ожидают новые серии «Шефа». К слову, на предстоящей неделе НТВ начнется показ финальных серий «Бима 2». Не пропустите, а также будем ждать в эфире новый третий сезон. Более того, на этой неделе появился официальный трейлер сериала «ГДР» с пометкой «Скоро» от НТВ. Напомним, что это будет исторический детектив о разведчике, не сдающемся под натиском обстоятельств. Главный герой истории Александр Нечаев оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент слома всей послевоенной системы мироустройства, Нечаев сильно меняется. Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь и интересы своей родины. В ролях Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк и многие другие. Очень ждем премьеру на НТВ. Напомним, кстати, что в сети новинки сериал выйдет уже 16 февраля. В этом январе в прокате нас ожидают и не менее захватывающие кинопремьеры. Так, 18 января на больших экранах выйдет «Долгожданный воздух» – полнометражная военная драма с Анастасией Талызиной, Сергеем Безруковым и Аглайей Тарасовой. По сюжету идет Великая Отечественная война, в СССР идут тяжелые бои, и в это время в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они юные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится очень трудно, но день за днем в череде воздушных схваток они доказывают, что они ничем не хуже мужчин. Мировая премьера этой картины прошла еще в октябре. Не пропустите премьеру в прокате. Далее в этом январе мы сможем посмотреть и фильм «Мастер и Маргарита», в прокате он появится 25 числа. Драма и экранизация покажут в Москву 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимает с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи. В считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и одновременно музой. Водушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения. Он уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое. Главные роли исполнят Аугст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин и многие другие. Тем временем в эфире ТНТ 8 января нас ожидает третий сезон криминальной комедии «Ресторан по понятиям». Главные роли в этой премьере исполнят Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Ивана Хлобыстин, а также Гоша Куценко. Итак, открытие ресторана, который изначально должен был стать всего лишь прикрытием для ограбления банка, круто изменило жизни главных героев. Теперь они законопослушные бизнесмены, дела у которых идут в гору, и возвращаться к криминалу попросту нет нужды. А вот задуматься о расширении самое время. Тем более, когда на горизонте появляется старый друг с проверенной схемой работы ресторана на фудкорте торгового центра. Однако, что на самом деле скрывается под вроде бы прозрачной схемой, героям только предстоит выяснить. В новом сезоне каждого из рестораторов ждут также и личные вызовы, а серии в новом сезоне будет 10. Не пропустите премьеру «Ресторан по понятиям» 3 сезон с 8 января на ТНТ в 20.00. В это же время свою премьеру начнет показывать первый канал. У сериала «Доктор Преображенский» появился новый трейлер. А 9 января этот сериал появится на Кино 1 ТВ в ролях Денис Шведов, Мария Андреева, Софья Эрнст и Юрий Чурсин. Напомним, что действие происходит в 1968 году. Главврач Института красоты Лев Григорьевич Преображенский, главный герой, звезда советской пластической хирургии. Желающих попасть к нему на стол становится все больше. Однако, после череды отказов высокопоставленным персонам, а также врачебной ошибки, тучи над главным героем сгущаются, а комиссию по расследованию возглавит Светлана Дронова, с которой, по иронии судьбы, Лев ранее провел ночь. А как сложится судьба главного героя, увидим уже скоро. Не пропустите большую премьеру на первом. Доктор Преображенский. Новый сезон. С 8 января в 22.00. Стала известна и дата выхода картины «Прелесть» с Олегом Меншиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым. Начать смотреть эту драму можно будет 18 января на премьер. События развернутся в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий афинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал. Каждый старался забрать себе хотя бы малую часть золотых запасов этого предприятия. В наше время завод находится под покровительством узкого круга людей. Только главный герой, молодой автоугонщик по кличке Цыган, не считает новую систему работы завода честной. Он вершит справедливость и угоняет машины только у тех, кто этого заслуживает. А таких, по его мнению, в городе немало. Самая главная и непоправимая несправедливость в его жизни – это смерть отца. Цыган хочет отомстить виновникам. И вот в один день в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин всего города – Леонид Максимович. Встреча этих героев становится судьбоносной для них обоих. Не пропустите премьеру. Новый сериал «Прелесть» с 18 января на премьер, а также в сети. В этот же день онлайн-кинотеатр покажет детектив и триллер «Клипот». В центре сюжета окажется четверо молодых ребят – современная художница, выпускник западного вуза, активистка и дочь губернатора. Все они не собираются жить по законам общества. Ради того, чтобы создать прекрасный мир будущего, они находят компромат на известных личностей и устраивают провокации. Однако постепенно игры становятся все жестче, источники драйва все экстремальней. Случайно появляется оружие, а также случайно проливается и первая кровь. Главные роли в этой картине исполняют Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова. Серий запланировано 4. А уже 25 января на кинопоиске и в сети нам представят сериал «Иные», исторический фильм и фэнтези из шести серий. По сюжету альтернативные сороковые «Ленинград». Спасая брата, хрупкая девушка отбрасывает грузовик и трамвай при помощи сверхъестественной силы, которую она не умеет контролировать. Они называют себя «Иные», потому что рождены с особым даром. Как распоряжаться силой, каждый решает сам. Но столкновение двух миров – лишь вопрос времени. По сюжету загадочный иностранец начинает охоту за необычной девушкой из Ленинграда, положив начало самой масштабной войне в истории человечества. Главные роли исполнят Ирина Мартыненко, Денис Бургозлиев, Николай Фоменко и Алексей Серебряков. Далее 27 января исполнится ровно 80 лет со дня освобождения блокадного Ленинграда. И в честь этого в Петербурге и других российских городах пройдут памятные мероприятия. Именно поэтому 28 числа на РЕН-ТВ пройдет большая телепремьера сериала «Банда Зигзаг». Этот сериал не раз был гостем наших выпусках и уже полностью вышел на Кионе. Напомним вкратце, что эту картину сняли на основе реальных событий и рассказывает она о временах, когда в осажденном городе начинают действовать группа предателей. Они грабят фургоны с продовольствием и фактически обрекают на мучительную смерть и так уже изможденных людей. Не пропустите большую телепремьеру остросюжетного детектива «Банда Зигзаг», если еще не смотрели. 28 января на телеканале РЕН-ТВ. А на неделе также было объявлено о съемках продолжения «Волшебного участка». Этот сериал понравился зрителям, и многие уже ждут его продолжения. Действия «Волшебного участка» разворачиваются в мире, где сказочные персонажи, такие как Змей Горыныч, Баба-Яга и Кощей Бессмертный, уже много лет живут среди обычных людей. Некоторые из них привыкли соблюдать человеческие законы. Но есть и те, кто готов вступить на скользкую дорожку. А следят за соблюдением порядка в современной Москве сотрудники специального отдела по борьбе со сказочными преступлениями. Куда и устраивается работать бывший снайпер Леха Попов, главный герой истории. В этом сериале можно увидеть Николая Наумова, Еву Смирнову, Филиппа Янковского, Гошу Куценко и многих других. Даты премьеры продолжения, конечно, пока нет. Да и подробности нового сезона пока что не разглашаются. В любом случае, будем держать вас в курсе новостей. А также уже можно ознакомиться с третьим сезоном «Медиатора» и новым сериалом от «Старт» инспектора Гаврилов с Виктором Добронравовым в главной роли. Обязательно напишите, что планируете смотреть в праздничные дни и не только. И еще услышимся на Киночернике.